посмотрите что вы делаете москали грёбаные это на вашей совести это не украинцы виноваты вот так вот спасаете вот так вы спасаете людей чтобы понимали вот так вот диты стоят в черзи мертвых сейчас минус 2 градуса а вот так вот вы спасаете меня шоуны бегут своих домов которых вы разбомбили которых вы разграбили мародеры которые вы пришли на украинскую землю дети собаки тут все тут посмотрите блин а посмотрите что происходит что вы делаете это на вашей все совести это теле это вы люди которые вы заходите в украину с оружием с ракетами с бомбами то вы все виноваты посмотрите что происходит там это все это головы людей то ужас то ужас ребята то просто у к сожалению негде греться у нас грузовой ребенок заснул представляете просто заснул машине пустили его погреться сами на улице стоим но мы его пустили погреть потому что ну как так по-другому видите так ребята загрузились полностью едой гуманитарной помощью полностью бус наш вот смотрите сколько автобусов на польшу все с детьми женщинами а то там люди просто идут идут уже возвращаются потому что не могут уже ждать просто не могут морозе стоять они уже просто возвращаются мы еще взяли детей обратно да они уже возвращаются они уже все да они уже возвращаются обратно это место маятином а ему ну покаемся давайте всем привет ребята находимся подо львовом решил вам снова записать видос потому что вчера мы сделали хорошее дело на самом деле для украины для людей которые сейчас находится как вам сказать остаются без дома многие остаются без провизии то есть без еды без всего абсолютно я уже не знаю как даже рассказывать об этом это говорить вчера мы были на границе с польшей с берлина мы получили гуманитарную помощь вот так вот можно сказать вот наши благодетели помощники то это раз твои микола вот вот сам груз который мы вчера ну мы вчера вот так вот только сейчас открыли забили полностью сейчас будем потихонечку разбирать там покажи да о смотрите полностью забиты в основном все еда оп оп держи в основном все еда но есть еще и одежда вот есть еще и одежда вот но одежда немного там где-то в районе 150 килограмм а в основном все остальное 800 900 килограмм это еды вот разных вот таких вот консервов разные тушенки и все остальное это именно с германии пришло вот там есть люди помощи от церкви ромада сейчас у нас задача такая стоит что мы должны это все перегрузить и это груз отправляется непосредственно выжгород там уже будут расфасовывать поселом там сейчас идут очень ужасные бои на самом деле люди сидят без еды без света без воды на самом деле это в действительности такое есть я думаю что мы все вчера сделали благое дело мы ночью наверное но часов 12-15 наверное вот вот это все забирали потому что ситуация очень сложная в общем сейчас мы это будем все разбирать и будем смотреть что да как так покажу вам мы немножечко разгрузили сейчас будем сортировать еда с берлина самой германии вот консервированные банки видите такие так понимаю то ли фрикадельки для супа я не особо в этом разбираюсь если честно говоря бабы там фасоли то есть там колбаса есть макароны спагетти я так понимаю вот консервированные даже жилейки вот даже жилейки передали деть деткам видите и жилейки это не все здесь есть памперсы здесь есть теплые вещи здесь есть одежда полегче то есть но в основном это теплый там свитера и даже мужские вещи есть сейчас мы это будем все перефасовывать ребят вот это все делать со своими силами это мои родственники знакомые друзья это делают вот это просто на знаете это самостоятельно это не какой-то организации мы самостоятельно этим занимаемся сейчас сейчас пошло им вот нам дали выделили такие коробки тоже на местном предприятии бумажном сейчас мы видите еду мало того что мы будем на палет их ставить мы еще сейчас фасуем аккуратненько чтобы оно не разрешалось потому что но ведь таких вот незакрытых упаковках и поэтому видите убираем смотрите еще хотел вам показать короче разные супы не знаю уж вроде показывал то есть они все разные абсолютно макарошки до двадцать третьего года до двадцать пятого года то есть такое вот всякие консервы бабы и фасоли супы и к разные вот эти вот вот они все разные много разных идет видите такая какие-то фрикадельки или что это такое в общем такого плана до средства гигиены давай памперсы но оба за собой добрый уже застречивал и политик целый ты еще даешь а все уже все полет готовы паном и кола и так мы перепаковали вот в такие коробки короче начали это где-то я не знаю сколько там было времени начали сейчас 16 10 мы начали где-то это в 11 вроде бы в общем вот это пойдет на местную школу с эвакуированных сел для детей для женщин для мам короче вот это вот оставим кусочек то что не запаковано коробок не хватило оставим на месте завезем школу это сейчас все остальное мы еду перепаковали одежду вот такой вот полностью автобус получился вот он здоровезный просто и сейчас мы отправляем это потом на выжгородский этот фуру и будет ехать на выжгород так никола объясни куда что мы отдаем нас привела нас приехало 40 детей из мариуполя не то есть харьков и запорежья харьков и запорежья да вот это ребят мы даемо туда тут на село на этот как как село я к село ты кажешь не зря чик на гнездичью это все мы носим у зараз видаем а там где ты приехал тоже из эвакуированных отца и вот укус кусочек то что у нас по коробкам не поместилось мы сейчас оставляем здесь тоже люди собирают видите продукты вещи такую тоже гументарную помогу помощь на все село видеть мачты смотрите вот вот это тоже люди убирают карематы спальники это помогает помогают помогают кто может вот это лики лекарства лекарства видите вот аптечки индивидуальных подписано все это уже наши вот тут а то и их ага ага а то это это гигиена а то что дитящее харчувание и памперцы еда детская кошмар не бачите что робите скажите сколько вы маете детей тут ну приехала до вас 40 есть человек а мы и дети ризного века а взагал и маленькие памперцы давали маленькие харчувания давали а в основном мы харчуем у нас есть столово мы маем все необходимое и маем тушонки и закрутки ризни маемо крупы макароны гречки есть шофер не репроводить нос у нас напротив тут есть столово школа есть где мы их разместили баняки вот такие каструли великими маем уварима молодцы а с дитячий садочок наш есть на территории находятся эти работники задеяны в том как раз эти столы и працюют по череде миют за ними стараются все на душу кабинку зробить скажите еще раз где это у нас находится чтобы вы понимали якое место село чтобы то есть селище міського типу гнездичи вот великое селище громада на велико на звичайно велика люди помогают как я какому селищи находится до 5000 населения скільки у вас переселенцев зараз там выказала 250 человек по хатану по домам по хатам раз 200 250 человек понимаете надо готовить кашмар но нам все мое довести у нас есть место уже в школе на 100 человек размещено у нас новая школа очень величезная мы только ее открыли в грудном месяце и поэтому у нас есть возможность иметь трудную помощь мы будем дай бог и вот будут видеть видео и будут тоже допомогать и мы так маем тут волонтерство таки тоже соби зробили из культуры из библиотечных противник и все мы не даму дуже вам дякую за за вашу то что вы тримаете ся тоже да мы на мою маша рыбы ты мачты все вот такие ребята дела идем дальше мачты смотрите вот вот это тоже люди выбирают карематы спальники это помогает помогают помогают кто может вот это лике лекарство видите вот аптечки индивидуальне подписано все это уже наши вот тут а то и их вот ага 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 а то это гигиена а то что детские харчувания и памперцы еда детская кошмар не бачите что скажите сколько вы маете детей тут ну вот приехала до вас 40 есть человек ага и дети ризного века а взагал а взагал и маленькими памперцы давали маленькими харчувания давали а в основном мы харчуем у нас есть столовая мы маем все необходимое и маем тушонки и закрутки ризни маемо крупы макароны гречки есть шофермеры привезли нос у нас напротив тут есть столовая школа есть где мы их разместили баняки вот такие каструли велики маемо варима молодцы то с детячий садочок наш есть на территории находятся эти працовники задеянные в том как раз эти столовые працюют по череде миют за ними стараются все на душу кабинку зрубили скажите еще раз где это у нас находится чтобы розумели якое место село чтобы то есть селище міського типу гнездичев вот велике селище громада на велика надзвичайно велика люди помогают как в самом у селищи находится до 5000 населения сколько у вас двести двести пятьдесят человек понимаете треба готова ты кошмар ой нам все мать довести у нас есть место в школе на 100 человек размещено у нас новая школа очень величезная мы только ее открыли в грудном месяце и поэтому у нас есть возможность мать хай будем дай бог и вот хай бачите видео и будут тоже допомагать и мы так маем тут волонтерство таки тоже соби зрубили из культури из библиотечных працівников маем еще одного такого все мы едемо все мы едемо дуже вам дякую за за вашу то что вы тримаете ся тоже мы маем а что работает и мальчики все вот такие ребята дела идем дальше так в общем приехали с того села там оставили здесь вот специально для определенного человека попросили господи уже простыл попросили две сумки передать так смотрите мы привезли все на склад видите расходится выжгород выжгород вот именно мы привезли в правильное направление вот это мод коробочки да и вот он да вот эта одежда мы сюда ее перераспасовали цепродукты ежа вот это все ежа получается то что мы перепаковали сюда ага воде сюда здесь воде все таки ребята мы отдали на складе все будет идти на выжгород вот видите надписи выжгород 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 все идет это на выжгород так что мы можем спокойно спать до ты свою работу мы выкуну все